Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Такие же домики на заднем фоне. А, вот так даже. Стейдж 1.1. Понял. На каком-нибудь 1.2 или 1.3 будет босс. Даже ветер, смотрите, присутствует. Ничего понеслось, ребятки. Нежить поперла. Улучшаемое оружие. Кстати, вот недавно видел здоровенного нетопыря. Я приофигел с ним, честно. Никогда их раньше не видел. А тут вот. Очерком был на пробежке. Смотрю, надо мной прям летает. Я прям в шоке был. Я никогда таких здоровенных не видел. Но, скорее всего, это был нетопырь. Потому что летучие мышцы такие не бывают. Большие. И прям кружил надо мной. Потом куда-то пропал. Так, не, ножик брать не надо. Ножик как-то. Ну, не хотел я брать пистолет. Чем-то его взял. Странно, что хилку тут не возьмешь никак, кроме как... Присесть и войти в стену. То есть, прям сперли из косты. Только тут размер персонажа больше. Нельзя в стенку зайти. Да именно присесть. А эта маска, это же боссы с костой. В одном из замков летала. Расти? А что такое Расти? Что-то незнакомое. Скорее всего, нет. А, я еще к шпагу вроде бы прокачиваюсь и подбираю. Это жизнь была, да? Еще раз появится? Ну, конечно же, нет. Облака с ямой прыгать. Да, я не сдох бы. Что ж, буду знать. Чуть не сдох. Ёла-палая. А я еще сегодня узнал, что оказывается в Европе и в Южной Америке смс была популярнее, чем Несс. И тут я приофигел. Честно, это правда? Ну, блин. Ну, падла. А смотри, как они повесили нож. Что ты в прыжке разобьешь, чтобы лишних два прыжка не делали. И засунули тут этот ножик сраный. ПК-98 я ничего не играл на ПК-98 и вряд ли буду. И всякие смс-ы там тоже. Ой, не смс-ы эти, как это там. МСХ-ы. А, вон она в чем причина. Слушай, объявление на ветру, смотрите, как качают. Да, блин, задолбали вы нож этот классик. Ну, шо, вы издеваетесь, что ли? Ну, шо ты затроллила? На первом же уровне уже начинает доумгрейдить тебе оружие почти каждый раз. Пока что шпага и молоток лучшие были оружия. О, опять, ну смотрите, что делают. ПИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Зато на СМС кучу портов с ДОСа, а чё, она может их потянуть что-ли? Шидевральные скорее Гумеранг А, это дополнительное оружие, ну кто же знал Сейчас босс будет где Если Бумеранг подобрать обратно, он как-то считается, что на его материал не тратил? Давайте попробуем А, его и нельзя поймать Странно, главное в игре имеются фонари, но они не разбиваемые Видите? Разбиваются какие-то непонятные маски, которые непонятно что на улице делают, как они в воздухе вообще висят и почему в них что-то лежит, например, почему вот этот ножик там лежал, дурацкий И хилок на уровне предостаточно, но скорее всего на первом уровне Ага, понял Всё поменялось с пришествием Кармака Классный босс файт Нашёл изи точку для его убиения Здорово, Шонис Нит Это Мастер оф Даркнесс Катсцены между уровнями есть Знаете, мне кажется, это игра от разработчиков вот этого вот С вордмастера на NES Тут так же катсцены выглядят Тут всё как моим контролем было Это только старт ужасов Отправляйся в дом восковых фигур, если ты осмелешься Мои восковые фигуры тебя ждут Тут Криповенько Молоток получше Да, дожди И у вас плюс восемнадцать, а у нас плюс девять не хочешь А ночью наверняка и плюс восемь были Я уже вон шапку даже надевал Как ветрище поднялся, так вообще жуть Да Уже Прям реально осень как по расписанию пришла Прям даже чересчур холодная какая-то Чеснок делал, да Теперь осталось только маршрутку найти Сожрать несколько головок чеснока и залезть в час пик маршрут Нет, мне кажется молоток получше будет, чем шпаг Хотя нет, шпага может быть даже лучшее оружие В игре Хотя шарик Непонятный Сожрать Они не могут быть Но на этом всё Сожрать А у тебя Сожрать Непонятный Спорт Темег Более Более Не надо остаться здесь или не надо падать? Звук получения урона похож на звук из ЧП Дейла 2 Эх, пропустил что-то Вот это вот явно из костлы взяли прям Очень похоже Еле допрыгнул Так, вот у стопудов ножек Вот этот звук как будто вообще с ДОС пошел Так, а как-то наверх долезет Типа отсюда могу допрыгнуть Эй Да в смысле нет Ай, ну и нахрен это все Опасный тут может как нож Это что-то хорошее А тут ножек стопудов Нет, шпага Путянки летающие напоминают Дракулу на Денде Может помнят кто там летали, а от них надо было уворачиваться А какой именно? Получение урона это звук из ЧП Дейла 2 На Дунде Вот этот Тоже знакомый А, может быть он с Мегамена на ДОСе С черным задником даже красивее, чем вот с этими детальными картинами на заднем фоне Вот зацените О, вот так вообще круче Так, я могу интересно гранатами разбивать эти маски? Да могу Вау, ну потрясающе Я забыл, что внизу яма была Ой, куда откидывает, кстати Трясающе У-у-у-у-а У-у-у-у-у Вот этот ножик сразу вообще не заметишь Что это там летает такое? Были это враг или нет Вот этот ножик тоже не заметишь СПЕКТРУМ БОЛКЕ РТЕШ На СПЕКТРУМе играл? У тебя СПЕКТРУМ был или ты просто упарывался и искал какую-нибудь поехавшую игру на какую-нибудь поехавшую приставку? Точнее СПЕКТРУМ не приставка, это же компоктер СПЕКТРУМ Какая дичь пошла И хилок внезапно не давать стали, перестали давать Блин, тут ступеньки, о да, я бы тоже так спрятал Братишка! Братишка! Как? Как поспал, Братишка? Проглотался, наверное, я тебе покушать принёс Алекс с Древбро Сегодня ДР у Жан-Пьера Женя Пожелаем ему здоровья и скажем мне спасибо за Чужой 4 И, конечно, так счет, мэн О, Пётр, спасибо за соточку Жан-Пьера с ДР Чужой 4 не кака, он просто другой Мне кажется, если бы четвёртая часть была такая серьёзная, скажем Серьёзных щах была бы сделана На каком-нибудь пафосе было бы хуже Здарова! Привет! И спасибо большое за соточку А я смотрел ещё пару фильмов Которые он снимал Прям чувствуется, у него такая палитра прям везде Очень схожая во всех фильмах И актёр Которого он практически в каждый фильм берёт свой Который Вриса, по-моему, играл Или я забыл, как этот персонаж зовут Который там инвалидным был Не Врен, Врис Забыл Я бы там ещё парочку короткометражек видел Раньше я позиционировал его как типа чёрная комедия, как писали в газетах Но на самом деле это не так Это скорее просто арт-хаус Амели... А это его? Что интересно, фильм Чужой 4 Это первый и единственный фильм, который... Первый и последний, который он в Голливуде снял Просто не понравилось, что постоянно лезут И вмешиваются в съёмки А ты, кстати, глянул ролик, что я тебе скинул? От Ингриджо Конечно, как обзор оно как-то скатилось у него У него уже просто сидят три человека на ветку рассказывают Вместо того, как он раньше делал У меня больше удивило другое, что ему игра понравилась Сегодня Чё, не тебе что ли скинул? Тебе скинул Ему понравилось, прикинь И он 7 из 10 поставил И он прям на позитиве Он сначала спародировал сцену, которую он для Эллен Сколни Алмарин сделал А потом там спойлер Так, Найс Жизнь взял А тут ножик, да? Тут была бутилька Да, он в коопе рубился как раз С тремя щелами, с которыми он, типа Там постоянно рубится Но он ещё лор хвалил, прикинь Он хвалил именно лор Но то, что я видел у чуваков на стриме в лоре Мне тоже, в принципе, понравилось Хе-хе-хе Кровь, юная, свежая кровь Что это такое? А что дамажить надо? Музыка местами вообще Шоуилл Найт не начинает Этот ролик Диману, привет Он так-то криповенько я вам скажу это сделано Мне нравится и черный задний фон это класс мне казалось что это волосы у нее это что это газы у нее такие это был только первый босс что же два уровня позади кладбище на востоке от города победы над злом злые духе психо девочки психической свалили джек рипер собирает тела из свежей крови чтобы разлить ее на жертвоприношенческие по алтаре на dark forces дарт вейдер замешан темный штурм сообщить может ошибаться но доктор social должен двиг действовать быстро и он короче быстро отправился вор хвалю да ну там лор как он только в дневниках после миссии тебе что-то рассказывает есть отсылки на изоляцию есть отсылки может на книжки какие потому что книжки канон как я узнал все таки книжки канон как раз мы это обсуждали на гугли блин 1500 рублей вы за нее хотите сделали хотя бы демо версию попробовать первую миссию согласен выглядит интересно для смс так вообще нормально может быть это неплохой смс эксклюзив кстати говоря хилок много дают крайне мере давали до этого как помните 8 айс была на дэнде тоже очень странный клоун костлы и местами очень очень запутанный но в целом в общем хотя и бомбил мне зашло но она в отличие от костлы на один раз вот костлу можно сколько угодно раз перепроходить прям не надоедает какую часть не возьми игра на века обожаю а вот 8 айс на 1 раз 8 глаз еще три круга серьезно я один прошел мне хватило да да хоть хоть там на вики указали о некоторых противоречиях писали про какие-то состыковки но я уже не помню точнее просто написали что они есть так а это зачем а типа я могу этот центральный тоннель упасть вау вау сюда и надо было вот это его место вообще напоминает костлу церкла в эмон там такие же факелы были и палитров примерно похоже а у тебя есть карики от смс круто а у тебя вообще смс есть сама цитаты от димана пипец конечно ого какие скелеты зацените в доспехах ни разу не видел таких навороченных скелетов как то я заспидранил этот уровень он отказалось только на него пришел и он уже взял закончился и а до 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 Чё, серьёзно? Вау, из Европы, что ли, приехала? Я вообще об существовании смс не знал, об появлении интернета. Да я вообще когда в интернет откутался. Наткнулся и думал, блин, чё? Восмебительная Sega существовала, что ли? Чё за обман надоларами? Да, позитивный чувачок, кстати. Так, тут ножик проверяем, аккуратно. Блин, я взял. У чувака он может похвастаться эксклюзивной приставкой, очень редкой. Хотя, может быть, в Москве с этим попроще было, но у нас, в регионах, про неё слыхом не слыхало. Нифига себе, Диман, прощай мне. А это, а где это? Где ты проживаешь-то? Что у вас такое было? Хотя, прикиньте, окажется, что и мы тоже играли в смс, просто мы не знали, что это она была. А-а-а. Ну да, там близко к Европе могли привезти. Кстати говоря, из третьей кослы уровень взяли и спёрли. Да, кстати, в 92-м. У меня только Дэнди-то появилось в 94-м. Ну и то не у меня. Точно не как. Родители купили себе её, естественно. Я ещё даже в школу не ходил. Так, интересно, и что же они туда положили такого? Что я должен на шипы падать? А я ж мог её взять. Ах, вы жулики! А, здесь нельзя пройти. А-а-а, всего лишь уничтожение всех врагов. Нет. Вот так подстава. Я сейчас сдохну. Как тут летучие мыши бесят? Побольше, чем в любой Костелевании. Так, молоток нормальный. То есть, молоток это самое мощное оружие или нет? На этом уровне почему-то не было ни одной хилки. Это очень расстраивает. А ещё скелеты умеют ускоряться. Хорошо. Так что в той... В этой вот... Морде был, я не проверял. А, тут была хилка, но надо было сюда идти. Ну, Васильич, чё-то не пошёл там. Так, нумеранг лучше, чем ничего. Берём. Пистолет, по-моему, самое отстойное оружие из всех. Так, надо их не... Ничего не надо, поехали наверх. Можно пройти до конца вправо и залезь наверх. Музо напоминает Battle Toads последний уровень. На башне. Именно сеговскую версию. Этот момент был очень потушен. Кстати говоря, игра-то 93-го года, через год уже и PlayStation будет. А как вы говорили, что СМС перестали поддерживать в 89-м году, перестали выпускать? А как же игры-то на неё выходят? Что аж в 83-м вышло. Так, вот это враг внизу. У-у-у-у, шпага. Не, я, пожалуй, останусь молотком. Всякий гвоздь забить можно, если что, дома будет потом. После бойни с нежикью. А шпага это что дома будет делать? Полбасу нарезать, что ли? Дырки в сыре делать. Можно просто сойти, хорошо. О, не, ну вот это вообще наглость. Как вы посмели стащить вот это? Ну да, в Донецке... Не, ну это вообще наглость, а. Как Konami допустили такое. Так, оно того стоило, я думаю. Фига себе, какие быстрые. Тут же игра тормозить начинает. Не знаю, что я взял. Попущай будет. Касталит, отстой. Спасибо, не надо, уберите. Эй! Нифига себе, вы сейчас прогреть умеете. Так, можно направо, можно вниз. Так, направо. Здорово, Вербульф. Классная игра, она неплохая. Летучая мышь тут просто жесть. Ес, хилочка прям вовремя. Легкая правда, так это же хорошо. Сюда не надо, что ли? А, может быть, тут надо запрыгнуть на вот эту штуку? Типа она сквозь стену тебя... Такой. А-а-а-а-а-а. Фига себе какая! Ё-моё. Это могло быть хорошим секретом. Вот, момент с Battle Tots Музычка, финальный уровень на башне Z-Master, привет Лучше потратить немножечко хп, но получить 8 бол В 7 сентября, но он с Uncharted до всего на ПК в Steam Я видел новость Но Все думали, что это фейк Причем там будут 5 игр Даже, а не 3 Интересно, какая цена будет у сборника из 5 игр, как вы думаете? Все-таки 5 игр это вам не шутки И первые 2 будут, скорее всего, отреставрированы С нашей озвучкой В смысле, ремастер Тиры Так, тут хилка Тут шпага, ноу 1.3 одним набором по фул прайсу, 4 тоже как по классу 4 Ну подождем скидок Хотя у меня уже они все есть на плойке Только у меня плойки нет На плойке есть, но плойки нет Че, подоел один в первом каудинском году А каково нам было играть на цветном горизонте, который Дэнди показывал в ЧБ? Было жестоко Было жестоко В PS4 они игрались криво, я вот не слышал, чтоб жаловался кто-то Ну как тут допрыгнуть? А это не важно Чуваки стреляют Просто играл, просто на ЧБ телеке Эй, ну это как так? Ну вот вы че? И весь уровень заново, да вы серьезно? Капец Капец Так-то я тоже у бабушки играл на ЧБ Все лето Я играл по полчаса в день, ребята Вот я просто Вот как сейчас начинаю это вспоминать, что Полчаса в день И то если ты на огороде хорошо себя вел Если ты пахал там как проклятый Вот тогда это у тебя было Полчаса утром Если прям супер хорошо пахал То полчаса днем еще И полчаса вечером Но это было не час При этом я не должен был жаловаться Или ни в коем случае, что я устал там и прочее Да, собрал всех Еще потом повторно Шел назад и собирал их еще раз Потому что пока мы шли до одного конца огорода Они уже появлялись по новой Наболзали И конца края там и не было Один час? Не, мы на огород ходили часов на пять, на шесть С утра пораньше в семь встали и часам в четырех так управлялись Ну когда как, конечно Когда там прополка, когда поливка, когда в общем Огородник А я уже свой присылал вам Ладно, пришлю еще раз Который у бабушки был Оооо, какой с ручкой Сейчас Скину картиночку Вот такой вот у бабушки был Телек Такой, типа, было не жалко им для деньги отдать Стоп, 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 стоп Ну так Ну так Ну так Сейчас Ну так Вау Осиди Отдохни Не-не-не-не-не-не-не шурнись О таком даже мечтать нельзя было. Все пашут, а ты, Паши. Под всеми я подразумеваю себя и бабушку, потому что предки-то уезжали. Оставляю тебя там. Слушай, знакомый, я, возможно, тоже видел где-то. Как называется? А, радуга. Хотя нет, скорее я не видел. Я видел рубины, видел рекорды. А вот этот, как назывался, кстати, Союз, по-моему. А, рекорд. Это рекорд и был. У меня был горизонт дома. Да, вот горизонт был. Цветной, но Дэнди и Видики в ЧБ. Пока декодер не встроили. Вот встроили декодер, начался кайф. А, тут смерть сразу. Ах, вы жопая. Какой уровень, а? Сейчас мы узнаем, сколько в этой игре континью. Скорее всего. Очень скоро. Думаю, что в ней уровней 6. Хотя она уже больше, чем в Косла, потому что здесь уровни, в принципе, не короткие. И все они состоят из трех подуровней. Так, вон там жизнь в углу. Возможно, она отреспаунивается. И тут, смотрите, специально не падает. Да, жизнь на месте. И это хорошо. Сейчас мы еще вот этот приз возьмем. А, стоп. А как тогда вот это подбирать? А, нужно с лестницы исправить. Но тут была нехилка, ух ты. Эта хилочка уже очень ему надо. Слушай, тут девка кирпичей есть. Как эти летучие мышцы задолбали. По-моему, тут хилка. Да, я вышел плюс в итоге. Это радует. А, это он. Это тот самый Санью. Можно подключить Донди и все будет как раньше. Найс. Сливание за рапирщика. Это тут не только рапира. Тут есть молоток, нож, пистолеты, гранаты. Может, еще что-то, чего я не находил. Русский, да. Мажорный. Там, небось, еще и картинка была, капец, какая. Насыщенная цветами. Хотя, я не жалуюсь. У меня декодер в телеке был хороший. У меня были цвета такие на Денди. Как их даже сейчас на эмуляторе не получить. Было настолько все круто. Такой зеленый был. Настолько зеленый. Такой синий был. Прям крутой. Не знаю, что там за декодер стояло. Выглядит его просто волшебный. А горизонты, типа, хорошие телеки, что ли? Просто не в курсах. По крутости. А горизонты у знакомых, кстати, ни у кого не было. Да блин, а как тут? Не, ломался он часто. Я спорить не буду. Ломался он без конца. Его чинили, 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 чинили. Незнакомый мастер был. Приходилось бить кулаком по нему, чтобы картинка чинилась. Или топнуть надо было сильно. Куполом. Это время нафиксило его. Ну, опять. Потом чинили. Потом какое-то время он работает. Нет! Минус конд. Тут же можно было жизнь взять. Какой конд? Ооо, а куда откидывай ей? Я же дошел до босса и там скинулся в пропасть случайно. Откидывать на первый уровень. Интересно, на сколько тут уровней? А, теперь понял. Да, там действительно в чб начинается. Все чинили телевизоры одинаково. Кстати, цифр возле пункта continue я не видел, так что, возможно, конты бесконечные. Ой, хорошо, зацепил головой. Третий под уровень, прям висящий какой-то оказался. Ничего, ща, пройду. Но все же непонятен момент, тут оружие улучшается или нет. Кстати, там вон что-то лежит за стеной. Наверное, я тоже не возьму. Это не палка, это молоток. Хотя, может быть, и ты палка. Нет, для смс это крутая игра. Ну, понятно, что прям с кастлась содрали все. Что можно и нельзя. Так, первый уровень прошли. Да, ветром ее могло повернуть немножко, и все. Тебе надо было лезть на крышу и крутить обратно. Вряд ли палка прокачалась, конечно. Не, ну вилка планшотала всех. Управляла на гауптвахту сразу же. Разработчики побоялись такую имбу добавлять. Даже сейчас хилка не нужна. Неужели я так аккуратно сейчас играю? Гранаты вообще хорошие. Скелетов убиваются из одного попадания. Класс. Дэрусель Макай. Ух. Она до сих пор огонь. Сдр ее. Долгих лет жизни. 3 сентября. Да, забыли. Никто не форсит, слава богу. В контаче, конечно, да, кидают. Эти гифты. С календарем. Так, тут хилка была или нет? Давайте проверим. Тут была нехилка. Я совершил ошибку. Шмякнулся вниз. Не доживу я до хилочки. В виде сентября. Ну как же песня знаменитая Шифутинского. Которая календарь перевернет. Которую форсит уже хрен знает сколько лет. Тут вот кто-то откопал эту дичь. Теперь все форсит. Так. А похилит ли меня после этого уровня, интересно? Да вот неплохо. Не, ну этому мему уже просто много лет. Уже пора давно быть забытым. Может быть из-за того, что его раз в год вспоминают? Мемы столько не живут. Вот кто помнит мем про «Я въезжаю в строну»? Молодежь вообще не в курсе, что это такое. И вышла черепаха. Вот это вот все. Все там подобное. Помнишь про котов и рыба? Что там за мем про? Я помню Саня, ну открой. Ну я тоже не понимал прикола этого мема. Так, там нехилка случайно была? Ну тоже неплохо. Ну это классика. Так, тут хилка интереснее будет? Хорошо, фулл хпшка. Найс. Нет, так это ж новый мем. Я помню. Тут мем же только начали парсить, разве нет? Или я что-то не понял. Вот это вот про котов и прочее, это ж вот недавно только появилось. Сукушка. Ну, вот это вот нюх. Ну, вот. Так. Ну, вот вот. Нет, я что-то не понял. Какая. Какая. Ну, вот. А как же не запоминается, а как же вот этот мем лучший из... Так, это надо куда зайти, я забыла. Вот этот мем прям лучший. Как его можно забыть? Оригинал лучше не смотреть, оригинал лучше не видеть. Какая-то фишка. Кто видел, оригинал жизнь прежней уже никогда не станет. Блин, какое вот это место идиотское, а? Демотиваторы? Демотиваторов парочку даже где-то у меня валяется старых. Каких-то. Вот, типа вот этот протелик даже. О-о-о-о! Здарова, Леха, привет! Спасибо за рейд большой. Добрый вечер. Я видел, ты играл в Guardian Legend, который на самом деле Double Dragon. Привет-привет. Прошел. Блин, я Double Dragon долго тренировал, чтобы пройти, а ты прям тащишь все. Щелкаешь как орешки. Зато без смертей прошел, все Double Dragon. А, ты и Guardian Legend прошел? Блин, я без сейвов ее не смог осилить. О-о-о-о-о-о-о! Спасибо за фолоу большое. Феррит, наверное, читается, да? Привет. И спасибо. Блин, а я боссов не мог убить в этом Guardian Legend, вообще никак. Только сейвами мочил. Ты вышел без урона Даблдрэгон хорошая игра Первый что ли? Даблдрэгон это те игры, которым возвращаться я точно не захочу никогда Ну это нафиг Фига себе Только что зафоловился и сразу саб Вот это да Вот это елы-палы Спасибо большое, Ферит, за саб и за фолов одновременно Very appreciated Thank you so much Оу, е Вот так да Вот это да Спасибо большое Так, сейчас водички попью Оу май Пират Харлок Спасибо за фолов И привет Привет-привет Жарко стало Добрый вечер Играем в кослоклонный смс Но достаточно неплохой Что-то я подзастрял Немножко Немножко Аксесс Граем в кослоклонный смс Ка себе Че происходит У нас шейх, что ли, в чате Илаж наконец-то разрешил подарки дарить себе Ух ты ж блин Спасибо большое, Ферит, за подарок для Илаж Большущая Шейх-детектор Thank you so much Дубль два Оу, е Спасибо Жи есть, конечно Спасибо большое Интересно, почему эту игру не перенесли на Сегу Можно же было многие вещи улучшить тут У тебя тут и анимированные даже задние паны есть Интересно, а параллакс может быть на смс? Денди умела Более поздние игры, вообще там кучу слоев, смотри, поддерживали Типа Нинди Гайдена В общем, много кто умел Какая кат-сцена была офигительная Интро в Нинди Гайдене втором Defenders of Oasis на ГГ Так, а как вот это взять? Может быть тут надо... А, я понял, тут надо гранатой разбить Странно, он туда никак не допрыгивает Таймер, кстати говоря, окончится до тех пор, когда он туда прыгнет С лестницы можно? Ну да, можно Блин, я забыл, Лёха, спасибо, что ты напомнил Можно прыгать У меня почему-то отключилось Мысль такая Что началось? Хайповоз приближается Ну нифига себе, хайповоз. Я тоже хочу поучаствовать. Сейчас, секундочку. Секундочку. У нас ведь, как говорят, пока шишка стоит хоть и сто лет бы, где ты? Секундочку. Субтитры сделал DimaTorzok Оу-е! И спасибо, Петр, за сабочку. На три месяца вперед. Три. Ёлы-палы, мне ж не показалось. Не показалось. Только почему-то сообщение исчезло. Странно. А куда она пропала-то? А нет, все вижу, все вижу. Спасибо большое, Петр. Оу-е! И Оу-е! Thank you. А что случилось с хайповозом? Куда он пропал? А, его надо было запустить. Не дозапустили, как я понял. Надо было что-то еще сделать, да? Какая жаль. А что надо было сделать? Я же это самое. Поучаствовал. Эх, не поддержалось. А что? А я не успел или что? Там же была куча времени еще. У нас тут босс, кстати. Эй, короче... Ты сдохнешь сейчас. Было 30 секунд. А как успеть? Ты не успеешь физически за 30 секунд сделать подарок даже. Очень странно, это все. Так, ладно, у нас этот... Сам успеешь в этом, я что-то не понял. Хайповоз дает значок хайповоза и открывается смайлик, дополнительный. Какие-то. Которые каждый раз разные. Хайповоза значок он навсегда дается. Нет, смайлики там еще какие-то. Которые больше никак не получить. Тихо. Но временем босс повержен. Медлер. Ты уничтожил моих воинов. Ты их забыл. Тихо. Тятик должен несколькими людьми. Да, там три человека надо. Завтра интерактивный думчик. Зетмастер это какой? Это про который я говорил? Что типа команды пишешь и монстры спаунятся. И вот это вот что-то. Подслушивает сидит. Эх, подслушал полюбас. А как он это реализовал вообще? Интересно. Просто погуглил? Я сам хотел так вот. Я же говорил, что я с удовольствием такое попробовал. Но я даже не удосужился загуглить. Как это сделать? А каким образом это реализовать? Тайлаж помог, наверное. Сам он такое вряд ли сделает. Так, 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 живем. Напоминает вот этот уровень аркадный хаунтед кассел, по-моему, с этими деревьями. Вот могилы не хватает. Объясни, о чем речь, как будто мне 5 лет. А про что именно тебе объяснить надо? Про дум? И вот спаун мобов из чатика? Я сам не знаю, как это работает. Каким-то образом чатик может добавлять тебе врагов на уровень, добавлять тебе патроны. Дать тебе возможность сохраняться. И многие другие вещи. Например, у чуваков это за донаты делается. Например, донатишь 100 рублей чуваку, и у него на карте там кибердемон появляется дополнительный. Ни с того, ни с сего. И ему усложняется игра. И чем больше денег, тем больше мобов ему на спавни. А сохраняться он может тоже только за деньги, например. О, а это что такое? Это кол! Карточки на плюс-минус. В смысле карточки. А, так там проще все. Слушайте, по-моему, шпага длиннее стала, вам не кажется, из-за того, что я взял две подрядки. И что мне с такой шпагой делать? Димана, это же вообще. Так. Так. Вау! А тут цитаты Димана можно реально в сборник целый уже с ними сделать. Будет бестселлер. Так, фу, подожили до выхода. Сейчас хоть нас полечит хоть немножко. Д2 на геройском. На геройском, чтобы Д2 играть, я не знаю, каким надо быть знатоком этой игры. За дна ты. Нато это сокращенно. Наталья, что ли? Сделай отдельно. Да надо. Надо, короче, эти цитаты все сначала извлечь. А, там же можно сделать фильтр. Либо у Найтбота, либо вообще на Твиче. Просто все сообщения пользователя. Цитатник Димана. Такие вещи не должны пропадать. Выдирать из контекста, да, получается забавно. Робота? А, там как-то можно, да, чтобы он запоминал. Там, цитатник. Где выше? Как выйдет ремастер, можно и спидранкнуть? Можно. Не, ну я точно таким заниматься не буду. Мне бы ее просто пройти. Для меня это уже успех. Может быть, когда-нибудь решусь реально на героическом поиграть. Вот это будет бомбежка, если я помру. Нет, ну зачем ты взял пистолет, зачем? Ах. Какой приятный звук. Мне надо, что ли, пройти тут на время? Или надо все-таки уничтожить? Или там вот отетка их сомонит? Что происходит? Эй, да ты стул, ты офигел, что ли? А, я сдох внезапно, спрыгнув вниз. Ну, ну офигеть теперь. Обычно вот в таких локациях, где все мигает, надо просто врагов было загасить. А тут не про канала. Типа это вот такой сурвайвел начался, хоррор. О, лоток. Вот здесь бы параллакс на колонны, которые сзади, на горы, было бы вообще отлично. Но смс, видимо, не могет в параллакс. Жизни так и тают. Чемпоинт. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Фулл хпшка. Знаете, на кого этот портрет похож? На этого чувака, которого все время в пруфы кидают. Забыл, как зовут. Вот чем-то напомнило. А сейчас вот, если с другой стороны посмотреть, это же Думгай вылитый. Как нам Рик? Как его зовут? Типа у меня есть пруф, и скидывают видос этого чувака. Резик на бс-1. А я проходил уже Резик на бс-1. Когда я еще реквесты брал у людей. Тогда мне его зареквестили. Вопрос, как мне отсюда теперь вылезти? Я проходил и обычный Резидент Эвил, и Резидент Эвил Ремейк. Резидент Эвил 1. Ну, в смысле и 2. И 3. И 0. И 5. Еще разок. Может, не надо? Так, а как мне вот эту заразу убить там? На самом деле, реально, от Резидента Эвилла можно получать удовольствие лишь в том случае, когда ты его хорошо знаешь. А так как ты горишь, боишься потратить каждый патрон, не знаешь, что будет дальше. Ты только и мечтаешь дожить до следующего чекпоя. Ты даже не знаешь, сколько ленты тебе, сколько ты раз можешь сохраниться, будет ли лента еще там. Стратить сейчас магнум или потом. Это капец как напрягает. А что значит FM? Вот это FM Towns. Что это такое? Просто есть Arcade, а есть FM Towns. У меня есть вот Beatles Soundtracks, Flopper House, Arcade и FM Towns. А в чем разница? Там... Резидент с ножом. Там, кстати, я проходил его нахер с ножом. А щипку-то я сделал. И с невидимыми врагами я тоже прошел. И в нулевой части пиявок собирал. И на харде проходил. И прыжочки начались великолепные. Еее, какие большие подуровни пошли, обалдеть. Тут подуровень как целиком в костле Stage. О, тут Франкенштейн какой-то будет. Колбы. Так, вот этот блок палевный, смотрите, какой-то показался. Точные колбы, электричество. Если бы у меня было слишком много свободного времени, я бы стримил часов с пяти, с шести хотя бы. А что мешает в течение, например, недели или, там, пары дней проходить игру? Понемножку. О, это шарики из Костелевании? Вот это точно из Костлы. Медуза такие у вас, это самое. Проща... Да блин, кажется, это трудно. Ай-яй-яй, подстава. Четыре-три. Если я сейчас, кстати, помру, то будет все очень плохо. Мне придется начинать с уровня самого первого. А это напряжник, например. Бестмастер, я просто охотник за ачивками бывшей. Хотя сейчас тоже иногда охочусь, но не так, как раньше. Хотя если игра хорошая, я могу прямо сейчас залипнуть тоже намного. А вот как в Стритс оф Рэйдж. Я просто с огромнейшим удовольствием наиграл в ней 80 часов. А, это платформа были! Это платформа, это не враг. Чувак брейк-дансом занимается, видали? Вообще, когда у тебя нету свободного времени на твои хобби, вот это вот... Вообще, печалька печальна. Вот это все напоминает костлу Лекард Хрониклс. Там были прикольные оригинальные боссы, типа, вот похоже на что-то, на ко-что сейчас здесь есть. Чего она такая бешеная, блин? О, она много не получала. Ну, хилочка шмутает, правильно? Еее, хорошо. А как я тут должен прыгать? Они сейчас обратную сторону? А-а-а. Ну, ладно, тут жизнь не есть, если что. Она же элементарно подбиралась, зачем я ее выбил? Ну, кто же знал? Так это уже второй раз или третий они так делают? Я нажал, развернул, развернулся. Ты че? Эта жижа внизу дамажит. Так, колу. Колу, возможно, получше, чем бумеранги. Хилочка, мать. В общем, хилочка даже не в секрете, а просто так лежит. Своим ножиком нафиг. Странно, та тетка... А, она просто зареспаунилась. А еще можно вот так коснуться их. Так, ну, Франкенштейн, да? Ты же Франкенштейн, нет? Ты какой-то мужик в плаще. Ха-ха, дурак! Ты думаешь, можешь сбежать из моего замка? Ты умрешь под моими ногами. Третий. Ты умрешь. Тыagogue. Ты скучный. Ты угрешь. Ты умрешь. Так, один кол все-таки я зря потратил. Так. Так, снизу его ударить, если что было можно, просто я тупал. Тапаем, 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 тапаем. Можно было еще раз к таким ударить, да? Там заспаунился. Да блин, ну заходи же. Можно было убить его уже. и господи стык на них несложно абсолютно первая форма нет невозможного магия убежден ты дракула принц возьми мою силу на вторая форма просто уровень так закончился эпичный странный свет пришел от графа масса от его пальца и доктор сошел оказался в тём внутри тёмной клетки доктор сошел бросил себя короче пытался пытался он биться в дверь пока она не поддалась он нашел себя где-то в середине лабиринта какой-то с жуткой конструкции невероятной пробуждение дракулы все-таки дракулу мы валим да они даже дракулу сперли из косты так что будет какой-то лабиринт а-ля марио музон какой-то поехавший пошел туда тут тут пошло добро сейчас пойдет она вот с этого уровня начинаются реальные проблемы мужчина время игра делать в игре лабиринт в котором я попробую сначала самый низ спуститься стоп она повторяться начал здесь я был я уже неправильно слушайте 8 айс было тоже самое по центру можно было упасть кстати говоря ангол привет здравствуй играем в мастеров даркнесс на сеге валиния на сеге мастер систем где-то уже близки к финалу скорее всего для смс игра выглядит прям звучит прям про вообще отлично на удивление скорее всего отсюда надо падать а куда тут тогда идти сюда еще вроде спускался а вот опасная такая шипа ге-ге-ге это игра называется куда идти куда ползти достаточно странное название не бутылка была очень хотелось да блин но только не пистолет про охоту на и к яшу такое и кай вообще когда дико и бесит надо в воду перестать и кай а на какую платформу что дракула делают у японских демок говорила время что с годзиллой там проблем мало я ножик прокачал я пояс а не понял хе-хе ты храбрый так далеко зашел но твоя но твоя надежда не может уничтожить это место этот замок дракулы в лесах трансильвании ты запечатан пойман в нашей стране трансильвания никогда не найдешь путь назад в англию есть только один путь встреть смерть и приготовься сдохнуть почему он не получает его только кольями можно быть что ли а если мне их не хватит а я должен был типо определенное количество кольев набрать или ему в голову на подать а я мажу они этого можно ударить или он или я скорее всего он да блин ну почти получилось я начинаю с самого начала уровня ей но там жизнь кстати было было большой ошибкой подбирать ножек конечно но я не запомнил как я шел от слова совсем хотя у топора раньше точно такой же как у ножа просто у него есть замах вот этот вот сверху а тут что лежит может быть нужен топор чтобы взять топор мы взяли топор чтобы взять топор пистолет пистолет бесполезная фигня этих чуваков лучше убивать потому что они спускаются вниз стоп 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 там поле да пистолет в принципе норм 30 раз можно будет выстрелить босса хотя бы по одному хп они вряд ли отнимут но по половинке вполне могут и за количество патрон большого может быть даже выгоднее а топор самое мощное убивать скелета с одного удара вообще казалось но я взял поле нет 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 не сюда а это самое начало вот кстати говоря не сложно был по крайней мере первая форма если что пока я тут изучая куда идти я получаю урон опять самое начало жулики направо да давайте сначала вниз потом направо вниз так а тут куда возможность вот сюда вниз да просто вот где кубик уничтожается вниз здесь о да 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 колья но это я неправильно сделал но я пытался колья подобрать это важно если бы у меня было колья 16 штук я бы его закидал ими и все но проблем если бы я ими конечно еще попадал еще надо подобрать приз вот здесь который лежит поле вот это тоже надо было взять вот эти блоки и фига себе еще ускоряться умеет я забыл хилочка на ес почти все хп дали топором возможно будет даже снизу его доставать вот вот скорее всего это просто первая форма он сказал замок дракулы там не сбежишь ты же вряд ли замок дракулы это больше на айзека похоже из дракулы ну если из костлы это был айзек такой мрачный кузнец или как он так назывался демонический кузнец а колья рандомно вылезают да это первая форма видите бой не заканчивается а существа ночи мои существа ночи побеждены этого быть не может и даже существа ночи их зовут то же самое как и там creatures of the night я призываю мертвые души второй том что я должен делать я должен был ой ну это будет дико я вам скажу тут финальный босс тоже противник сдолбаешься вот так вот ходить куда сюда его убивать и тут тоже самое как видишь из второй фазы непонятно что делать тут дают дополнительную жизнь когда ты падаешь в яму когда ты падаешь в яму а вот тут что-то лежало там были колья наверное не так спустился тоже колья отлично там пистолет по моему да нафиг не нужна жизнь не так то просто и взять тут сейчас хилка будет а я можно кстати убить после того как ты скелета загасил и больше ну в принципе мне так фул хп так что пофиг я пришел с полным хп ну что делать со второй фазой я не понял урон получать не хочется поэтому хочется пострелять как будто джек калфман саундтрек писал в этой игре очень похоже надо будет загуглить вдруг это так и есть одна из первых его игр надо просто наверно дожить farmhouse я не знаю сейчас всё как я не знаю это я не знаю так я не знаю они они Первая, вторая форма пала, сейчас будет третья, в лучшем традиции касты. Нет, еще будет Final Battle с гигантским монстром на пол экрана. А это только 5.1 было, если что. А. Эпично. А Лесли Нильсон играл здесь в этом фильме? С восходящим солнцем тьма изменилась на свет. Вообще, смотрел на замок Дракулы... Напоследок, что ли? Как быстро текст идет, что там... Эффект заклинания прошел, что там пыль рассеялась. Дорога, ведущая в город. Джонатан Харкер... Так это по Дракуле игра сделана. Джонатан Харкер был. Джонатан Харкер, вы че? Как вы смеете? У вас есть права, что ли, на это? Почему вы тогда игру Дракулы не назвали? Спасибо, Хайнека, за джи-джи. Спасибо вам. А вот эта вот доска ездит просто от балды. По цифрам даже, хотя их нет. Спасибо, Амкол. Спасибо, Хики. И привет. Спасибо, Димана. Супер Панч. Ну и имена. График, поддержка графики. Мацутоку Джо. Только единственный своим именем человек подписался. Руичи. Спасибо, Роли. Оказалось, реально изичная игра. Последний босс так вообще супер, видишь? Яма. Вот, кстати, хорошая игра на смс несложная. Я вот говорил, существуют ли хорошие игры на смс? Вот, пожалуй, одна из них. Не Дана, в Бэррит, случайно. Спасибо всем людям здесь. Классное спасибо. Презентовано с Сегой. Конец.